Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Слушай, у нас же скоро поездка в Москву, и там были поставлены, ну, курс был поставлен по лучшим психотехникам инфодайинга. И я предлагаю заменить это всё с учётом нового, что появилось в нашей жизни. А в нашей жизни появилась программа, которая вот сейчас пройдёт, которую мы всё-таки отдадим в полном объёме. Кайфовая программа. Кайфовая. Многоликая благодарность и восприятие вот именно с этого единого я. То есть, это сложные вещи, с одной стороны, а с другой стороны, они реально очень рабочие. Они реально дают кайфовое состояние. Они дают счастье и так далее. И тогда вот из этих состояний вернуться к состояниям «Мы вас будем обучать основным психотехникам инфодайинга». Уже так сложно, да. Родите в интернете, посмотрите. Идите в интернете. Да. Я за то, чтобы мы кайфовали сами. А сами мы будем кайфовать от создателя в стране чудес. Создатель в стране чудес. Давай менять психотехники на то, чтобы мы дали создание и вот действительно состояние чудес. Когда у человека пруха. И это состояние сознания. Мне, кстати, когда вот осознаешь благодарность, многоликую эту, да? Да, да. То оно прямо... После многоликой благодарности эта программа, она будет просто, вот просто влетит. Да, и такое прям счастье вообще. А те, кто пропустил, потом записи посмотрят. Ну да. Как всегда. И потом будут писать. А какую это программу из тысячи носителей? Да, да, да. Да хрен ее знает. Какую хочешь, такое ищи. Это твоя проблема. Мы со своей стороны, как тот султан. Помнишь? Который в гарем пришел. Где эти его жены сто жён стояли. А султан уже не может. Не стоит у него. Мы повернулись. Задрали юбки. Все, что могу. Все, что могу. Все, что могу. Так и мы все, что могли. Поэтому... Да, и это будет очень интересно. Это гораздо интереснее. Когда... На самом же деле. Это ведь... Ведь когда горят глаза, да? Когда тебе интересно создание. Понимаешь? Создатель стране чудес. А ведь действительно мы в стране чудес живем. Ну, вывод ребенка из аутизма. Это чудо или не чудо? Я помню, когда мы начинали инфодайн. Когда мы взяли первого теста. Я услышала такую фразу от своего мужа. Ну, вы хоть одного выведите. И всё. Сотворите чудо. И уже всё. Весь мир будет ваш. Слушай. Потом 10. Потом 20. Потом 40. Потом 100. Потом вот сидишь и думаешь. Нет. Одна святая в жизни столько не сделала. Сколько ты, да? И это же ложёво получается. Вот ты сама задумывалась, что Матрона рядом с тобой не стояла и не лежала. И её мощи тоже. Просто мы с тобой эти темы хорошо знаем. О чём они. Поэтому, да. Но при этом... Но при этом человек не верит в чудеса. Более того... Он не верит сам в себя, во-первых. Начнём с этого. Он не знает, что такое благодарность. Он не знает, что такое счастье. Прикинь. Базовое состояние создателя мы дали через 5 лет инфодайвинга. Почти через 6. Потому что мы думали, что человек знает, что такое счастье, а человек не знает, что такое счастье. Казалось бы, да? Казалось бы. Человек... Я счастлив. В каком месте ты счастлив? Капец. Это вообще, это просто невероятно. Человек не знает, где у него в теле счастье. Да. И знаешь, я тебе сказать, он не знает, где в теле счастье. Знаешь, что он покажет? Мужики 100% на член покажут. А счастье не там, мужики. Да, и тогда у нас по-другому пойдет, все заиграет в Москве. Понимаешь, нам тогда весело будет. Ну, тогда просто кайфанем и поедем домой. Да. Побудем там пару деньков, погуляем, тем более у нас хорошая квартира в хорошем месте. Москву мы любим. Москву мы любим. На Красную площадь сходим. Ну, а может и не сходим, потому что мы там уже были. Мы найдем, куда сходить, погулять. Там много красивых мест. И хорошо проведем. И прекрасный курс. И прекрасный курс закинем. Мы просто классно проведем. Знаешь, я прямо вижу, как все, кто пришли, уходят счастливые. А на самом деле, когда мы говорим о создателе в стране чудес, это значит, ты уйдешь в счастье, и ты будешь ловить потом это состояние везде. И ты будешь испытывать дискомфорт, когда его у тебя нет. Да, да, да. Это круто. И тогда твое сознание вырывается в другой диапазон и становится создающим. Потому что пока ты находишься в дерьме, ну, никак ты не можешь из него вырваться. Ты и вымазываешься, 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 и ты тогда просто квакаешь, как лягушка в болоте. У меня есть выбор. У меня есть учитель. Он меня спасет. Он мне руку протянет. Или как этот вот главное состояние успокоения. Да на кладбище у тебя будет успокоение. Мужик нам был сказать, ты его написал. Ты пробокиваешь свою жизнь. Здесь кайфуй. Ты в раю. Кайфуй. Но научись быть счастливым. А для этого надо научиться быть благодарным. А человек не знает, что такое благодарность. Капец, капец, капец. И смотришь на это и думаешь, сумасшедшие люди. Блин, поэтому вы воюете, поэтому вы деретесь. Поэтому вы считаете, что развитие двигает конкуренция. Она не может двигать развитие. Она двигает жадность и ваши болезни, и ваша старость. Разрушает вас. Да. Это точно. Ну, человек же... Я в шоке. Человек это всего не видит. Для этого надо сойти с ума. На самом деле, для этого надо выздороветь. Кто напился отравленной воды? Опять, во всех наших книгах идет концовка этой притчи. И каждый раз с разным окончанием. А сейчас мы в конце создателя пустим другую притчу. И там у тебя тоже наше окончание. Потому что... Везде... Везде должно быть счастье. Да. Везде именно счастье. А мы с тобой идем к счастью. Мы уже живем в счастье. Мы живем в счастье. И везде целостный взгляд. Везде целостный взгляд. Я. Просто то, как видит я мир, оно становится ключевое. И если ты хотя бы раз побывал в этих состояниях... Да. Это да. Хотя на самом деле в этих состояниях... Помнишь, когда мы впервые начали смотреть на планету с этих состояний? Когда ты смотришь, и у тебя человек предстает совсем не человеком. Это тяжелое состояние. Именно поэтому, вот чтобы к этому прийти, адекватно воспринимать это все, реально, чтобы не сойти с ума, и надо пройти весь путь. И не перепрыгнешь нигде. То есть мы даем и укороченные варианты, но все равно человек сам будет приходить и добирать. Потому что зачастую восприятие не держит то, что ты даешь. Человек просто не в состоянии это взять. А при этом ведь на самом деле весело. С восприятием единого сознания все весело. А весело... Разница в веселье в том, что мы считаем, что мы смертны, боимся смерти, и, соответственно, у нас есть жесткое деление на хорошо и плохо. А создатель, он понимает, что смерти нет. Тело потерять невозможно. И тогда стебись и по полной, да? И вот эта разница восприятий, она и дает вот эту дельту, которую человеку очень тяжело преодолеть. Да. Поэтому создатель в стране чудес будет самым офигенным курсом, который мы делали. Самым ярким курсом. Да. И с прямым созданием, и с прямым... По сути дела, тот, кто придет на этот курс, он просто пойдет в другую жизнь. В принципе, точно так же, как после благодарности в онлайне. Да. Это другое частотное... Вот тебе пятая платформа, прямой переход. Точно. Точно. Хотела жить, жить и не хочешь, не живи. Не живи. Но учись ценить жизнь. Потому что жизнь – это самое ценное, что у тебя есть. Это самая крутая игра. Точно так же, как и тело. Без тела нет игры. Но тело потерять ты не можешь. Ты из одного будешь прыгать в другое, в третье, в десятое. Пошло, пошло, пошло. Либо зависать между телами. Тело, да, материя, тело – это самое дорогое, что может быть. Потому что без этого ничего не было бы вообще. Да. И при этом парадокс в том, что это действительно из грязи. Библии и Коран в этом плане не будут. Но настоящая Библия и очищенный Коран. Я сейчас продолжаю периодически слушать очищенный Коран. Да ты что? И мне так нравится, мне так весело. Реально, там пол инфодайвинга. Серьезно? Да. Ну, ты знаешь… Но именно очищенный, без толкований, с правильным переводом. Это вот мужик, Гайнулин его фамилия. И мне иногда кидает его ролики. У него там есть ролики вообще, вот вообще не пришей кобыле хвост. А вот именно по Корану у него есть хорошие ролики. Ну, смотри, только не это. Не залипни там. У меня муж уже испугался. Когда же… Видите, жена Коран слушает. Он так мимо проходит. И посмотрел. Я говорю, нормально, нормально. Его бы не смутило, если бы… Хотя, наверное, тоже бы смутило, если бы я Библию слушала. Ну, вот. Но тут… Не, ну я же не с утра до вечера. Я в день два ролика максимум больше. У меня нервная система не выдерживает это все слушать. Вот, так что… Так что создатель в стране чудес. 23. Мишка, мы с тобой одинаково октября. Да, 23 октября. Кому интересно, подключать живьем или онлайн?